МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Несмотря на рост популярности электронных платежей, вытеснение наличных денег из оборота в мировых масштабах – миф. С 2008 года доля наличных в ВВП крупнейших экономик только растет. В статье для Европейского исследовательского центра ЦЕРП экономисты Национального банка Австрии Клемент Йобст и Хельмут Стикс на статистическом материале, покрывающем 96% мирового ВВП, констатируют отмечавшиеся для отдельных экономик нестандартные тренды в наличном денежном обращении. Несмотря на широко обсуждаемое падение использования наличных в экономике Франции, Норвегии, Швеции, с 2007 года рост доли наличных в ВВП – общемировая тенденция, распространенная на США, зону Евро, Швейцарию и Японию. Она менее выражена в странах с низким уровнем долларизации экономик, хотя и там она выше, чем в 2003 году. Как отмечают австрийские ученые, текущие объективные успехи электронных денег в Северной Европе и отдельных странах ЕС не мешают увеличивать потребности экономик в банкнотах. Но доля монет в наличном обороте так или иначе падает из-за их более высокой себестоимости, из-за инфляции. Традиционно монетами покрываются мелкие денежные номиналы. Потребность в наличных уменьшает спрос на безналичные платежи, увеличивает рост сектора розничных услуг, в которых наличные сейчас используются чаще, чем в ритейле. Во многом это часть монетизации экономик. И динамика теневого сектора, в том числе чисто криминальная его составляющая. Низовая коррупция, оборот наркотиков и оружия, наиболее агрессивные схемы ухода от налогов, некрупными бизнесами, отмывание денег и отчасти контрабанды. Распространение легальных безналичных платежей может скрывать реальные масштабы тени. И без этого учитывающиеся статистическими ведомствами очень слабо. Для России тренд роста доли наличных по сути еще не сформировался. Но он очевидно есть, поскольку распространение безналичных платежей в России идет в последнее десятилетие очень быстро, компенсируя ранее существовавшие отставания. Номинальный рост объема наличных в ВВП в случае России совпал с периодом быстрого снижения инфляции и падения доходности депозитов. С большой вероятностью процесс будет продолжен и в 2018, и в 2019 годах. Возможно, на рост популярности наличных рублевых сбережений повлияла компания Центробанка по отзыву лицензии у банков. Впрочем, полноценным объяснением происходящего это быть не может, поскольку депозиты в банковской системе увеличивались. В какой-то части они обеспечивались конвертацией наличных денег в безналичные в банковских кассах. Рост популярности интернет-торговли в России и расширение сетевого ритейлового бизнеса в 2014-2018 годах могли снижать потребности в наличных. Для многих территорий это основной канал популяризации безналичных платежей. Наконец, перевод бюджетного сектора на карты МИР и успешная борьба Центробанка с рынком Абнала, резко увеличившая стоимость нелегальной трансформации безналичных в наличные, тоже играли против показателя банкноты в сопоставлении с номинальным ВВП. А по последним данным Росстата, доля занятости в тени населения России в 2017 году снижалась, но это все равно не помешало наличным расти. При этом России практически не касается главный эффект, обсуждаемый австрийскими экономистами. В ЕС, США и Швейцарии рост доли наличных может быть объясним не столько внутриэкономическими процессами, сколько растущим спросом со стороны экономик третьих стран на наличные евро, доллар и швейцарский франк, как средство сбережения в странах с нестабильным курсом и как платежное средство в теневом секторе. Наличный рубль, как иностранная валюта, имеет ограниченную популярность в ряде стран СНГ. Причем в крупнейшей соседней экономике на Украине спрос на наличные рубли из-за сокращения товара оборота как минимум не вырос с 2014 года. Полностью растущую популярность наличных в мире долларизация также не объясняет. И тем более показателен на этом фоне рост доли наличных в ВВП Японии и Британии, где она традиционно выше. Если в случае Британии показатель вырос с 13,3% в 2007 году до 16,1% в 2014, в России не более 10%, более или менее синхронно с ростом доли оцениваемой тени, то в Японии тень сокращалась. Финансовые кризисы на фоне низкой инфляции отправляют под матрасы. Наличные гораздо увереннее, чем население привыкает к банковским картам. А достигнутый уровень налогового бремени делает объем теневой экономики, нуждающейся в наличных, чем-то вроде мировой константы. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.